Не было ли, не поступало ли к вам предложений когда-либо от значительных то ли чиновников, то ли бизнесменов, то ли бандитов о том, чтобы, используя деньги, которые у вас получаются во время сеансов, преобразовать их в еще большие деньги? Конечно поступали. Были заманчивые? Ну я опять же не называю кто. Понимаете, это был период всей этой самой перестройки, когда было разрешено тем, кто уезжает за границу, вносить деньги в Советский банк, а в стране, куда он пребывает, получать в валюте эти деньги. И они мгновенно сообразили, что такие страны, как Венгрия, Чехия, Чехословакия тогда, Польша, эти договорные эти существовали между государствами. И мне предложили, давай вносишь рубли, получаешь форенты, продаешь форенты на рубли, а это 400% сразу операция давала, вот, вносишь рубли, получаешь форенты, продаешь форенты. И так вот, я понял, что если я, ну более чем заманчивое предложение, они успели 7 оборотов сделать. Так вот я прикинул, я мог начать с миллиона рублей. Вот миллион рублей внес, 400% получил. 4 внес, 16% получил, и так далее. То есть, на этом деле можно было заработать, ну, порядка 50 миллионов долларов. В то время. В то время. Страшные деньги, страшно подумать. Да, но я понимал одно, что если, знаете, коготок увяз, птички пропасть. То есть, либо надо было срастись с этими структурами, либо надо было отгородиться. Я отгородился, я говорю, нет. Не жалеете? Конечно, нет. Ну, конечно же, нет. Ведь в этом вопросе есть некий подвох, где, не жалею ли я? Ну, если бы я был человеком, который жалеет о том, что вот не пошел по этому пути, я бы не занимался тем, чем я занимаюсь. Ведь человека, ну, целитель особенно, он может передать там пациенту только то, что он накопил внутри. Свою душу, свою любовь, свою честность и искренность. А если у меня скелеты в шкафах моих дома стоят? Причем настоящие скелеты. Да, настоящие скелеты, куда мне страшно заглянуть. Что я буду передавать этим людям? Спасибо. Спасибо. Спасибо.